Обычный район потока, середина дня и здесь есть что красть почти в открытую. Главное, знаете, где искать жертв. Как правило, глаз мошенников падает на неприметное строение. Этот дом хоть и приукрасили, но в душе он выглядит вот так. Обычный барак 50-х годов постройки. И в таком случае мошенники давят либо на ветхость строения, либо пользуются беззащитностью жильцов. Ну, говорит, отжали у него эту квартиру вроде-то, что. А он отправился на отдых, лечиться от этого дела. Квартира-то здесь лакомый кусочек? Лакомого-то, шибко, не вижу. Ничего, туалет там, душ там. Ну, в общем, дверь не закрывается ни днем, ни ночью. За последние полтора года преступники облюбовали этот и подобные ему дома. Приспрашивались, искали зависимых от пагубных пристрастий жильцов, знакомились с ними и атаковали. Приехали, перевезли на другую квартиру, в однокомнатную. Там уже реально нас закрывали. Все, прям приезжают, привезут ему водку там, покушать. И все, закрыли и уехали. И мы там трое суток сидели, никуда выйти не могли. Сергей – брат пострадавшего хозяина этой комнаты. Пока владелец лечится от алкоголизма, его родственник охраняет жилье от бомжей и покупателей. Тех, кому мошенники успели предложить эту комнату. Под нажимом брат успел ее формально передать. Приехал, сказал, что написал документ, что вроде получил 750 тысяч. Я говорю, так ты где эти деньги, ты где получил-то их? Ну я, говорит, написал, мне сказали, чтобы я расписку написал. Они две недели просидели с заложниками. И такой же похищенный есть в Бийске. Еще один бийчанин расписался за доставку продуктов от соцработника. А потом выяснилось, что это был документ о продаже квартиры. Еще одна потерпевшая в Белокурихе. По данным правоохранителей, злоумышленники были безработными и ранее судимыми за преступление против собственности. По словам Сергея, это была банда цыган. Лица, совершающие такие преступления, понимают, за что они там все это делают. Они делают изобъект недвижимого имущества, которое всегда стоит денег. Но, опять-таки, повторюсь, вся проблема только в невнимательности. Только в том, что лица чрезмерно доверяют каким-то другим лицам, не проверяют. То есть, вот это, знаете, сугубо русское авось. Юрист советует в любом случае изучать документы, проверять благонадежность покупателей, а следователи добавляют, нужно еще и внимательно слушать, о чем вас спрашивают. Какая у вас имеется еще собственность, сколько членов семьи с вами проживает, родственные связи и так далее. Если вам предлагают материальную помощь, то необходимо поинтересоваться, от какой организации данная материальная помощь поступила. Злоумышленники под стражей их обвиняют в мошенничестве и похищении. Правоохранители расследуют 8 преступных эпизодов, но уверены, что их больше. Если вам или вашим знакомым эта мошенническая схема знакома, обратитесь в Следственный комитет края. Анастасия Драган, Андрей Печоркин, День с толком.